За главный кубок турнира до конца этой недели будут бороться 12- и 13-летние регбисты из 15 регионов России. Практически полсотни детских команд, участвующих в турнире, это еще не предел. Регби набирает обороты и развивается во всех регионах. Способствует этому и специальная программа Федерации регби России. У нас существует программа, которая называется Get into Rugby. В русской транскрипции это «Займись регби». Федерация приходит в регионы. Я очень надеюсь, что те ребята, которых мы сегодня видим на турнире, пройдут немного лет. И они пополнят наши сборные команды. Важен турнир для развития регби непосредственно в Сочи. Здесь этим видом спорта 100 юных горожан занимаются уже целый год. И теперь отмечают наставники всероссийские детские соревнования на курорте. Это второй стимул для городской команды. Первый – ставший на курорте традиционными матчей чемпионата Европы. В ноябре одна из сильнейших команд России, Енисей, тоже приедет в Сочи, чтобы провести очередной матч по регби. Поэтому, уверенно мы говорим, Сочи включился в такой прекрасный вид спорта, как регби. Мы его развиваем. Город Сочи – идеальная площадка, конечно же, для развития спорта в целом. Здесь сомнений никаких не возникает, что не последний раз этот кубок здесь проводится. Для самих участников турнира эти соревнования первые в жизни. Но страсти на поле кипели нешуточны. Юные медведи настроены проявить весь свой потенциал. Это, наверное, мужество, так как в футболе, ну знаете, бывают там симуляции, а тут как бы нет, все по-настоящему жестко, сильно. Это как в футболе говорят, что в футболе 90 минут притворство, что у тебя что-то болит, а регби – это 90 минут притворство, что у тебя ничего не болит. Команды попались сложные, ну, надо выигрывать, да. Готовились к этому целый год. Складываться на все 100%. Из регбистов вырастают настоящие мужчины, уверены тренеры. Но помимо этого здесь ребята развиваются интеллектуально. Они анализируют и придумывают комбинации. Кому это удастся лучше всех, станет известно 9 октября. Кубок турнира победителю вручат в воскресенье. Галина Моисеева, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.